Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В эти выходные Самара отмечает свой 437-й день рождения. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина поздравили жителей Самары с Днем Города. Под контролем и без нарушений в Самарской области проходят выборы губернатора. Не только постоянные экспозиции, но и специальные мероприятия. Самарские музеи в эти выходные работают бесплатно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина поздравили жителей Самары с Днем Города. Самара в 437-й раз отмечает свой день рождения. Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот праздник дарит чувство единения и причастности к многовековой истории и культуре красавицы Самары, достижением всех поколений наших земляков. Не раз столица нашего региона играла ключевую роль в истории страны. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей СССР и внес значительный вклад в победу над фашистской Германией, за что был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести». Уже многие десятилетия Самара признана космической столицей России. Лидерство в этой сфере обеспечивают такие всемирно известные предприятия, как РКЦ «Прогресс», ОДК «Кузнецов» и другие. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что стремительно развивается большой туристический потенциал нашего города. С каждым годом Самара становится все более привлекательна для гостей со всей России и зарубежных стран. И выразила уверенность, что вместе мы сможем сберечь и приумножить богатство и уникальность Самары. В Самаре продолжаются выборы губернатора. Они идут в третий день. На 10 утра 10 сентября явка на выборах губернатора Самарской области составила 38,04%. В Самаре проголосовали 294 036 человек. Это 31,86% от общего числа избирателей. В Тольятти свой выбор сделали 101 218 избирателей, что составляет 19,3%. В малых городах Самарской области проголосовали 170 589 человек. Это 42,24%. В лидерах появки избирателей сельские районы. На выборах губернатора Самарской области проголосовало 347 439 сельчан. Это 63,25%. Все три дня за избирательным процессом следят видеонаблюдатели. За каждым закреплено определенное количество участков. Наши корреспонденты пообщались с наблюдателями и узнали, что попадает в зону их контроля и были ли за это время нарушения. В Центре общественного наблюдения за выборами круглосуточно кипит работа. За голосованием на избирательных участках в режиме онлайн следят пять членов штаба по независимому общественному наблюдению. Они видят записи со всех камер на большом экране. И десять видеонаблюдателей, которые сидят за отдельными мониторами. На каждой выводится изображение с 15-16 участков. В числе видеонаблюдателей студент четвертого курса Самарского университета Ростислав Косарев. Он учится на юриста, поэтому счел своим гражданским и профессиональным долгом проконтролировать, как соблюдаются нормы избирательного законодательства. С восьми утра все наблюдатели уже на посту. Главное, чтобы осуществлялось полное наблюдение, чтобы были соблюдены все пункты, то есть, что должно находиться на избирательном участке. Есть ли непосредственно место для голосования, есть ли КАИБы, есть ли увеличенная форма протокола, соблюдатели тайны голосования. На экраны наблюдателей поступает видео с камер, которыми оборудованы 148 избирательных участков Самарской области. Остальные места для голосования оснащены видеорегистраторами. За время работы центра серьезных нарушений на участках не выявили, но были некоторые замечания. Где-то есть расположение камеры, может быть, не самое удачное. Где-то так расположены места для голосования, что есть теоретическая возможность заглянуть и, может быть, что-то увидеть, но это возможность только теоретическая. У нас постоянный контакт с председателями избирательных комиссий. Если какие-то подобные вещи происходят, мы с ними контактируем, сообщаем им об этом. И, как правило, наши рекомендации очень быстро учитываются. Члены штаба по независимому общественному наблюдению контролируют работу в центре все три дня. Мы сейчас находимся в общественном штабе наблюдения. Это очень хорошо налажена система, которая позволяет мониторить все абсолютно тики и уики. И в этом смысле, конечно, мы видим, что происходит на самом деле, в отличие от того, что иногда пишут. Я бы отметил контраст между тем, что происходит на избирательных участках и что происходит в соцсетях. Это совершенно разные вещи. Если судить по соцсетям, то много шума. А если смотреть то, что происходит на избирательных участках, то все проходит достаточно спокойно. Ну, естественно, как и на любых выборах, бывают казусы всякие. Там вот избирательная кабинка упала на одном участке. Следят наблюдатели и за хранением бюллетеней на участках. Существует определенная процедура, которая предполагает хранение бюллетеней по специальной технологии. И тоже она, в целом, вот насколько мы видим, из центра общественного наблюдения соблюдается. Видеозаписи, полученные в ходе видеонаблюдения, будут храниться в течение трех месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов. Доступ к видеоматериалам, на которых, по мнению обратившихся, запечатлен момент нарушения, будет предоставлен по запросу отдельным участникам избирательного процесса. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В числе проголосовавших председатель общественного совета по вопросам образования Самары Наталья Толстых. Репортаж с участка подготовила Галина Топилина. К избирательным участкам в промышленном районе Самары с момента открытия уже стягиваются граждане, желающие проголосовать. Председатель общественного совета по вопросам образования города Самары Наталья Толстых в числе первых голосующих. Я вообще даже как бы и не мыслю, что не выполнить, во-первых, свой гражданский долг, и во-вторых, не воспользоваться своим конституционным правом, да, прийти на избирательный участок и проголосовать. Я всегда делаю это все годы, когда наступил момент, и дано мне было право осуществить голосование и выбор за того кандидата, который мне по душе, которому я верю. Житель Самары Виктор Бажанов с супругой тоже этим утром первым делом посетили избирательный участок. Мы с супругой и наши дети ходим, в общем, начиная с 18 лет на голосование никогда не пропускали этот день. Общественные наблюдатели на участках отмечают высокую активность самарцев, потому что именно здесь и сейчас определяется судьба региона на ближайшие пять лет, и люди не хотят оставаться в стороне. До открытия избирательных участков уже были желающие проголосовать. Практически каждую минуту люди заходят и голосуют. То есть активно проявляют себя. Все спокойно, все хорошо, все доброжелательные. Избирательные участки продолжат работать 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Одним из избирателей стал житель областного центра Владислав Финк. За всю свою жизнь он и его супруга не пропустили ни одних выборов. Съемочная группа событий побывала в гостях у семьи. Репортаж Светланы Тимофеевой. Владислав Финк вместе с женой Ниной недавно вернулись с избирательного участка. Отдавали свои голоса за одного из кандидатов на пост губернатора Самарской области. Супруги за всю совместную жизнь не пропустили ни одних выборов. Первые выборы мне дали такой толчок, эффект, что я запомнил это подробно на всю жизнь. В избирательный участок видим маленький храм. Все стены украшены лампадами, вместо свечей имитаторы лампочки. Убирали Верховный Совет СССР. Первые выборы, в которых принял участие Владислав Финк, проходили в марте 1958 года в Кремле. Тогда Владислав Эмильевич проходил срочную службу в Кремлевском полку. Позже написал книгу воспоминаний «Моя армия». Один экземпляр отправил по месту службы. Затем он вернулся в Куйбышев, на ЦСКБ «Прогресс», где проработал 46 лет. Нина Финк сама охотно ходит голосовать вместе с супругом. Я тоже хожу, каждые выборы я тоже не пропускаю. Мы такие законопослушные. Выбираем обязательно, как же без этого. Обязательно выбираем, ходим. Выборы на пост губернатора Самарской области проходят в течение трех дней. 8, 9 и 10 сентября. Участки открыты с 8 утра и до 20 часов. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. На водных объектах Самарской области в этом году произошло 34 происшествия, в результате которых погибло 27 человек. Из них четверо – дети. Спасены 23 человека. 15 сентября официально завершается купальный сезон в регионе. Спасатели и сотрудники полиции напомнили гражданам о важных правилах поведения на воде и в общественных местах. Подробности в сюжете Елены Чернявской. 15 сентября в Самарской области официально завершится пляжный сезон. Профильные ведомства и службы подводят итоги работы и озвучивают цифры статистики. В этом году были ужесточены меры административного воздействия для отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Почти ежедневно на пляжах набережной проводили рейды с участием полицейских и спасателей. Как пример, 3 сентября 2023 года нами было получено сообщение от спасателей о том, что на территории пляжа находится мужчина в сильном околокольном опьянении. Нам осуществлялся выход на территорию пляжа. Данный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Я хочу сказать слова благодарности сотрудникам, которые охраняют наш покой. Здоровья вам, спасибо людям, которые охраняют покой. И мы себя чувствуем уверенно, надежно и хорошо. Семену Акшинскому 20 лет. Работает спасателем 3 года. Когда Семену было 15, он спас девушку, которая тонула. Оказал ей первую помощь именно тогда. Решил помогать людям, оказавшимся в беде. К своей работе относится серьезная бдительность на все 100%. Со своего спасательного пункта Семену видно все. В час пик мы всегда объявляем, чтобы граждане следили за своими детьми. Обязательно мы все смотрим за детской зоной. Также это инвалиды. Всем помогаем, напоминаем, чтобы одевали головные уборы. Спасатели совместно с сотрудниками ППС активно работали на водных объектах региона в течение всего лета. Они выезжали на вызовы по спасению людей в водных акваториях и сопровождали спортивные мероприятия. Кроме того, проводили ежедневное патрулирование в зонах спасательных станций и профилактическую работу с населением в местах массового отдыха. Раздавали листовки с правилами безопасного поведения на воде и беседовали с отдыхающими. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. В субботу, 9 сентября, авария произошла в Пестравском районе. Об этом сообщили ГУМВД по Самарской области. По предварительной информации, в 11.30 на 145-м километре автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград столкнулись «Лексус» и «Санк-Йонг». Медицинское учреждение доставили 75-летнего водителя корейского автомобиля. 41-летний водитель, автомашинный «Лексус», погиб на месте аварии, рассказали в ведомстве. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Школа первой помощи открылась в Самарской городской поликлинике номер 14. Обучиться навыкам оказания доврачебной помощи могут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Врачи проводят занятия два раза в месяц. За время работы школы обучение прошли уже более 100 человек. Курс включает лекции и практические занятия. Курсанты учатся оказывать первую помощь, изучают базовые навыки сердечно-легочной реанимации. Практикуются в умении накладывать жгут и давящую повязку. Занятия проводятся в первый и второй четверг месяца с 12 часов по адресу Самара, улица Новосадовая, 311. Жители областной столицы смогут поучаствовать в мероприятии федерального масштаба. Началась регистрация на просветительский марафон «Знания первые» российского общества «Знания». Он пройдет в рамках международной выставки форума «Россия» на ВДНХ в Москве с 4 по 6 ноября. Марафон «Знания первые» будет проходить на шести площадках выставки «Россия» в разных павильонах. Участие предусмотрено в двух форматах – онлайн и офлайн. Количество мест ограничено, сообщили организаторы. Суббота 9 сентября в Самаре выдалась дождливой. Однако в последующие дни жители региона ждет более комфортная погода. По информации Приволжского УГМС, в воскресенье 10 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами лишь небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-20 градусов. Ветер будет северным 7-12 метров в секунду. Местами с порывами до 18 метров в секунду. Такой же прогноз на понедельник и вторник. Температура будет на 1 градус ниже, а ветер в эти дни смеет направление на северо-западное. Скорость его существенно не изменится и сильных порывов уже не будет. В среду 13 сентября ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер ослабнет, температура останется прежней. 11 площадок и более 500 музыкантов из городов России, Белоруссии и Казахстана. В Самаре в эти дни проходит Всероссийский фестиваль на сопках Манчжурии. Его приурочили к празднованию Дня города. Открыл фестиваль коллектив из Екатеринбурга, единственный танцующий оркестр в стране. Все хиты 20 века, песни из культовых кинофильмов, мелодии военных лет, торжественные марши и знаменитые вальсы. Все это в программе Духового оркестра из Екатеринбурга «Уралбэнк». Зажигательным выступлением музыканты открыли в Самаре Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Манчжурии. Руководит коллективом заслуженный деятель искусств России полковник Александр Павлов, для которого Самара – родной город, где он вырос и стал музыкантом. Закончил Самарское музыкальное училище, поэтому родной город, знаю здесь каждый закуток. Я даже сегодня спою песню про Самару, специально написанную к этому фестивалью, так нахлынуло настроение. Вот, поэтому, хотя на фестивале на этом я всего второй раз, но для меня большая радость, что я наконец-то стал приезжать в этот город и отдавать ему частицу того запала, который он меня вложил. За палу у всего коллектива хватает не только играть и петь. Это единственный в России танцующий оркестр. Коллектив дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение марша на лыжах на спринтерской дистанции и за исполнение гимна Международной Федерации Футбола в составе 600 музыкантов. В этот раз «Уралбенд» выступит в составе сводного оркестра на площади Куйбышева. В фестивале на сопках Манчжурии принимает участие более 500 музыкантов из городов России, Белоруссии и Казахстана. На сопках Манчжурии – это уже бренд Самарской области. Его знают, его любят, и на этот фестиваль уже идет, честно сказать, отбор оркестров. Хочется поблагодарить и Департамент культуры, и Администрацию города Самары за то, что они дарят в день рождения всем жителям нашего прекрасного города-курорта, города-курорта Самары, такой праздник настоящей духовой музыки. Напомним, что одним из первых упоминаний о духовой музыке в Самаре стало сообщение об игре оркестра 214-го Макшанского полка, расквартированного в городе после окончания русско-японской войны. Оркестром дирижировал военный капельмейстер Илья Шатров. В 1908 году в Самаре в Струковском парке впервые прозвучал вальс, написанный Шатровом на сопках Манчжурии. Именно он дал название Самарскому фестивалю, и сегодня практически ни одно выступление духового оркестра не обходится без этой мелодии. Самарские музеи в эти выходные в честь Дня города работают бесплатно, сообщили в администрации Самары. Свободный вход для жителей и гостей города предоставят в муниципальных и государственных музеях города. Самарцы смогут посетить постоянные экспозиции и специальные мероприятия. 10 сентября пройдут бесплатные экскурсии по выставкам Пре-Синема и Премьера. Ждут самарцев также в музее Самара-Космическое, музее Ильдара Рязанова и музее истории города Самары имени Челышова. Записаться на экскурсии можно в группах музеев в социальных сетях. А наш выпуск на этом подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! Увидимся вечером! Субтитры создавал DimaTorzok